В этом небольшом произведении Боттичелли с утонченностью меня-теуриста создает свою версию легендарной картины знаменитого античного художника не сохранившейся, но описанной во многих источниках Речь идет об аллегории клевета, созданной апеллесом в память о том, как один злоумышленник оклеветал его перед покровительствовавшим художнику-царем Птолемеем IV, Филопатором, ложно объюнив его в предательстве Во времена Боттичелли эта картина была на слуху благодаря посвященному ей сочинению Лукьяна известному по разным изданиям, в том числе и по переводу, выпущенному во Флоренции в 1496 году Боттичелли обставляет свою аллегорию монументальными архитектурными формами, тематически перекликающимися сюжетом картин Справа на троне сидит царь Мидас с длинными осленными ушами, в которой коварно и назойливо шепчут что-то две женские фигуры, олицетворяющие подозрительность и неведение Царь ищет поддержки узлоб, мужчины в рубище, одной рукой тянущегося к царю, а другой ведущего за собой клевету, за которой следуют заплетающие ей волосы зависть и ложь Клевета тащит за волосы свою жертву, обнаженного, поверженного, молящего о помощи, оклеветанного Немного поодаль от этой эмоциональной сцены стоит раскаяние Старуха в просторном черном плаще, почти полностью скрывающем ее взгляд, обращенной к истине Молодой обнаженной женщине, указывающей на небо позой своим обликом, напоминающей центральную фигуру рождения Венеры Комментарием к сложной композиции служат барельефы и скульптуры, архитектурные декорации, заинствованные из классического репертуара и шедевров Тонателло и Андреа Далькастани Продолжение следует...